МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Главная тема дня. 31-е заседание Правительственного совета Республики Западной Армении. Конференция о геноцидах Западной Армении и Арцахе. Церемония закрытия чемпионата с западными Армении по стрельбе из лука. Бронзовая голова и рука статуи богини Анаит Британского музея в Музее истории Армении. Вторая ежегодная лекция Симикер состоится в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Музыкальный вечер, посвященный Арцаху и арцахским армянам в Брюсселе. Стартовал 8-й международный музыкальный фестиваль Армения. 16 сентября состоялось 31-е заседание Правительственного совета Республики Западной Армении. Присутствующих поприветствовала президент Республики Западной Армении Лития Маркосям. Подчеркнув, мероприятие, посвященное богине Анаит, было организовано на высоком уровне. С приветственной речью выступил президент Национального совета Западной Армении Армянак Абрамян. Подчеркнув, культ богини Анаит до сих пор оказывает влияние в Западной Армении, уделив особое внимание значению священных источников для проживающих в этих регионах армян. Лития Маркосям подчеркнула, на конференции, посвященной богине Анаит, приняли участие проживающие в разных странах представители правительства Республики Западной Армения. Отметив, научное мероприятие – платформа для информирования международного сообщества о армянском наследии. 15 сентября состоялась церемония закрытия чемпионата Западной Армении по стрельбе из лука 2024 года. На мероприятии присутствовали участники из различных регионов, продемонстрировав свои навыки в традиционном виде спорта. Участники были награждены наградами и медалями, которые лично вручил председатель Национального совета Армянак Абрамян. Армянак Абрамян подчеркнул важность мероприятия в сохранении и развитии культурного и спортивного наследия Западной Армении. Чемпионат по стрельбе из лука дает возможность продемонстрировать наши национальные спортивные навыки и способствует сплочению армянского народа и передаче национальных ценностей новому поколению. Мероприятия свидетельствуют, что наше наследие традиции и корни живы. Они продолжают укрепляться независимо от внешнего давления. 21 сентября в Музее истории Армении откроется международная выставка «Мать-божество от Анаид до Марям», на которой будут представлены голова и рука брозовой статуи богини Анаид II-I века до н.э., привезенные из Британского музея на временную экспозицию сроком на 6 месяцев. Выставка организована при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Восточной Армении, Британского музея посольства Великобритании и Восточной Армении. Министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреассян подчеркнула, что это исключительная возможность для Армении сделать экспонаты Британского музея доступными для общественности. Также организовать выставку международного уровня. Основная тема выставки – роль материнства и женщин в истории. В рамках мероприятия также будут представлены ценные экспонаты из хранилищ Музея истории Армении. Посол Великобритании Джон Галлахер отметил, выставка имеет большое значение для армянского народа, подчеркнув важность сотрудничества между Британским музеем и Музеем истории Армении. С 19 по 21 сентября в Ереване пройдет конференция «Геноцид. Размышления о прошлом и настоящем», посвященная 90-летию романа Франца Верфеля. «40 дней Мусадага» член Куркомитета конференции Овик Аванесов отметил, на фоне новых проявлений геноцидов, особенно оккупации Арцаха, проведение подобной конференции стало еще более актуальным. Специалисты обсудят важность предотвращения геноцидов и применения наказания, опасности, безнаказанности, также тенденции в современной литературе о геноциде. Особое внимание будет уделено геноцидальной политике Азербайджана в отношении Арцаха. Конференция станет платформой для обмена опытом ученых и проведения совместных исследований. Второй ежегодный цикл лекции Симикер состоится в UCLA. Институт армянских исследований Промайс при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе рад объявить о проведении второй ежегодной лекции Симикер. Лекция «Граница нашего сопротивления» Хокебор Ованес Эскиджан и его сеть сопротивления во время геноцида представит доктор Хачек Мурадян из Колумбийского университета и библиотеки Конгресса США. С приветственным словом выступит доктор Андраник Дакесян из Университета Айказян. Мероприятие состоится 18 октября 2024 года в 19.00 в центре Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Также будет транслироваться на платформах Zoom и YouTube. Лекция раскроет роль Ованеса Эскиджана и сторонников тайной сети сопротивления, действовавшей в годы совершенного против армян геноцида и борьбе против уничтожения народа. Собрав сотни историй, официальные документы и миссионерские материалы, включая семейные архивы Эскиджана и коллег Мурадян, представят социальную историю геноцида и сопротивления также в Османской Сирии. Организаторы мероприятия – музей Арарат Эскиджан, Насер, Университет Айказян, Центр изучения Ближнего Востока, USLA. Подробная информация доступна по указанной ссылке. 13 сентября церковь Сульбмайрам Магдалины Брюсселя открыла свои двери для музыкального вечера памяти и надежды, посвященного Арцаху и арцахским армянам. Как передает корреспондент Армепресс, на вечере присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви и епископ Вартанес Абрамян. Епископ отметил, что опустошенный Арцах является тысячелетним наследием, находящимся под угрозой исчезновения с пятью тысячами историко-культурных памятников. Сегодня с болью константируем. Арцах опустошен, наши исторические памятники находятся под угрозой. Мы всегда говорили, христианство на Южном Кавказе начинается и заканчивается с Армении и Арцаха. Народ Арцаха оставил великое наследие тысячелетий. Согласно имеющимся у нас данным, спустя менее года Азербайджан уничтожил более 10% этих памятников. Сегодня никто, включая международные организации, не имеет возможности посетить и увидеть ситуацию на месте. Другим важным элементом геополитического региона являются арцахские армяне. Они покинули свою родину и сегодня живут в Армении и за границей. Арцахцы носители тысячелетней культуры, диалекта и традиций, которые находятся под угрозой, так как они не имеют возможности жить вместе. Арцахцы хотят вернуться на свою родную землю только при условии, что они не находятся под контролем Азербайджана и имеют международные гарантии безопасности. Наш народ был перемещен и подвергнут геноциду и имеет полное право на возвращение, отметил епископ Вартанес Абрамян. За выступление предстоятеля епархии последовал музыкальный вечер с участием пианистки Лоренс Аннаит Махитарян, оперной певицы Марии Абаян Шамбер и дудукиста Вартана Ованисяна. На вечере присутствовали представители армянской общины Бельгии, политические и общественные деятели. Мероприятие организовано при поддержке инициативы МУК из Германии, Европейского офиса Айдат, Всеобщего благотворительного союза Армении, Армянской апостольской церкви в Бельгии и ряда других организаций. В рамках нового театрального сезона 2024-2025 года начался 8-й международный музыкальный фестиваль Армения, ознаменовавший открытие 19-го концертного сезона Государственного симфонического оркестра Армении. Среди присутствующих министр образования, науки, культуры и спорта в Восточной Армении Жанна Андреасян, глава делегации ЕС в Армении посол Василис Маракос, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Даниэл Даниэлян, прибывшие в Армению высокопоставленные должностные лица, аккредитованные послы и делегация Оргкомитета Игр Франкофонии. Фестиваль продлится до 28 октября и в восьмой раз объединит любителей классической музыки, даря армянской публике музыкальный праздник. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...